Всем привет, это Акул Гоуд, и вы смотрите первый, точнее даже пилотный выпуск программы Флэшмид. Да, тяжело в наше время придумывать нормальные названия передачи, и всё уже растаская. То же самое можно сказать про никнеймы. Ну, если что, я кривок и зерок, ничего не подумайте. Итак, сегодня мы будем играть в замечательную серию симуляторов самоубийцы Короши. Приступим к делу, господа. Итак, мы начали играть. Сейчас интро нам всё расскажет про весь смысл игры. Как видите, тут довольно сложный смысл игры. Нам надо наколоться об шипы. Как-то странно. Ну ладно, начнём. Уроны тут идут задом наперёд. Так, что надо делать? Догадайтесь, трёх раз. Ну, я думал перепрыгнуть. А... А? Блин. Чё делать? Чё делать? Чё... Ай! Да, блин. А, ладно. Нам как раз надо это было делать. Так, куда ещё? А, теперь, наконец-то, какая-то интерактивность. Ящички. 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 Ладно. В этой игре нам всё поможет убиться. Единственное, обо что мы не можем убиться, это об стенку. Ммм. Да, это кнопка. Так, что нам надо сделать? Стоп. Нажимаем буквы, и всё перезапускается. Да, довольно странно, да? Хм. Хороший в переводе. С японского обозначает самоубийство из-за, как сказать, накопительной стресса на работе. Довольно весело. Хм. Хотя, название вроде бы японское, игру делал в конце. Ус! А, в конце садист, да. Ужас. Почему я делал дальше? А, гастапт. Ладно. Ладно. Фак. Что надо тут делать? Я уж забыл. А, всё, вспомнил. Сейчас, подождите. Давайте я буду чуть ли не гайд по игре. Ужас. Ну что ж такое? Это даже сложнее, чем Диабул 2. Ау! Отлично, у нас есть пистолет. Грогов нету, а пистолет есть. Ладно. Упс, не та кнопка. Ладно. Опять нам вещьчик. О, кстати, посмотри, как старательно нарисованы шипы. Я прям чувствую, как этот француз их старательные по-садистски колбносердечно рисовал. Зато лучше такое-то красивое. Довольно игра интересная. Ну, такой однобранный суток. Ну, всё. Готовка к самому бюсту. Ну, с этой игрой всё понятно. Достаточно интересно, но... На первом уровне достаточно сложное. А потом уже начинается веселье вроде анимешных девочек, которые кидаются на нас фактичками. Понимаете? Упс. Нам не хватило одного острова. Ладно, это мы закончим. И перейдём ко второй части игры, которая намного смешнее. Эх, знаете, в 9 часов утра, я думаю, сам потроящее время играть в такие игры. Ладно. Теперь мы узнаем, что этот садист француз, ещё к тому же лимарист. Отлично. Сейчас будут охрененнейшие дымные титры в 10 секунд. Они захлапывают мою жизнь. Я за 10 секунд успевал... Ничего, короче. О, это интро до игры. Где ты ходишь, прыгаешь, прыгаешь опять. И вообще, нафиг проваливаешься. Ну, круто, крутый уровень. А, наверное, означает, что ты хороший. Смотрите, юмор какой. Им присвоили здесь спайн-балл самим создателем игры. Вообще. Мы продолжаем с другого места. Точнее, не с самого первого уровня. Они такие же, как и в первой части. Там всё то же самое. Вот, опять юмор такой весёлый. Конец. Да, на этот раз, по-честному, Вы реально верите. А я нет. Я нет. Я нет. Куда бы надо прыгнуть? Куда, куда, куда. Просто так... А, нет. Я просто тут всё не пропустил, да? А хани какие. А стоп, посмотрите. Я кроу их. Я кингуру. Я супер-герой. Я супер-герой. Фааак. О, круто. Чё-то такой голубой. Это, наверное, из него все обзорщики стаи голубыми. О, точнее, не все, да. Не все, ладно. Смотрите, я супер-хороший. Я герой, я умру. Смертью храбрых. Опять фаак. Я так могу сказать. Ну, смотрите. Это криптонит. И как его там? Мы больше не супер-герои. Мы можем умереть. Мы герои. Смотрите, мы должны помочь этому чуваку-убийцу самому, а не нам. Остановку все перепылили. Теперь мы супер-хорошие. Упс, я не то взял. Ладно, мы супер-хорошие. Я вас уверяю, я не хочу убиваться. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Я не хочу убиваться. Всё, криптонит не берём. Иначе наш этот... Векс-титр забьёт. Отдать. Круче, я не знаю, что там могу. Да-а-а. Отлично. Ха. Смотрите, я нас приспошёл. Ну, в первую часть тоже там было. Веселуха. Надо открыть кристаллы нужные. Вот, все. Ура, мы духи. Жалко, что на одном экране пойдёт только одна луфица крови. Как ни странно. Так, открываем лукоход. Сами убиваемся. Ну, и победили. Ну-ка, короче, хватит с нас. Там ещё усея будут уронить. Это уже не так сложно, как в первую часть хорошая. Короче, переходим к бонусу. Спасибо, что выдержали моё нытьё про то, что я не умею играть в игры. Ну, я думаю, никому не подражаю. Надеюсь, вам тоже так кажется. Короче, это бонус. Это чудеснейшая игра. Вы должны сожечь верёвку. Представляете, в этой игре надо сожечь верёвку. О, здесь и босс в конце этого туннеля. Ты не можешь убить его с своим оружием. А у меня есть оружие, что ли? Правда? Ну ладно, пофиг. Чтобы убить его, ты должен сожечь верёвку внизу. Наслаждайся нафиг. А я прям радуюсь. Ау! Я боюсь! Боюсь хочешь? Ой! У него глазные яблоки! Такие летающие. Я боюсь. Я боюсь. Ау! Больно ведь! Ау! Больно ведь! Ладно, ладно, я бегу, я бегу! Мне надо спасти их! Сесть принцессу Персика, аж съедобная, да? Иди ко мне! Иди ко мне! Иди ко мне! Это больше на бред похоже. Чё? Иди ко мне! Ой-ой! Круто! Он победил! Гейм-овер! Гейм-овер! Я победил! Я победил! Я победил! Я победил! Я победил! Я победил! Чё? Я хочу полноценную две минуты удовольствия. Ха-ха-ха-ха-ха! О-май-гад! У них даже главная тема есть, а я тут бухнул, чё-то убил один раз этого чувака, и всё, да? О-мой! Бог! Титры как в Супермаре 64, только он тысячу раз медленнее проходится. Ну, короче, вы поняли. Очень весёлая игра, советую всем пройти. Тут даже есть достижения. Представьте, что надо в этом достижении делать. Конечно же прибить этого колосуса. И как вот там. Короче, спасибо за просмотр, это был пилотный, ну и просто говоря, первый выпуск, если вам понравится, Флэшмидта. Да-да, это возглас смешника из Диабл. О, круто, круто. Да, круто. Ну, короче, ржать. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, где вы там меня смотрите, на Ютубе, на Ютубе. Пока.